Главное достижение правительства в том, что уровень социальной поддержки не снизился. Такое заявление сделал Андрей Макаров во время публичного отчета. Для подведения итогов пятилетней работы был выбран формат открытого диалога между депутатом Государственной Думы и Рязанцами. За пять лет, вот эти пять лет, объем финансовой поддержки области из федерального бюджета вырос в два раза. Много это или мало? Вот специально вывели цифры. 16-й год, 11 миллиардов, 21-й год, почти 23. Андрей Макаров подчеркнул, что это без учета коронавирусных средств. Выросло и финансирование на поддержку национальных проектов, а также на реализацию региональных мероприятий в три раза. Здравоохранение не осталось в стороне. За пять лет в Рязанской области открылись стационарный лечебный корпус больницы имени Симашко на 168 коек. Новое БСМП начато строительство главного лечебного онкодиспансера. Оказывается, действительно истинно, если ты вкладываешь деньги в здравоохранение, это напрямую влияет на продолжительность жизни. А что, в конце концов, может быть у человека быть дороже, чем каждый день его жизни? Вот мне кажется, вот это как раз самый главный показатель эффективности тех средств, которые вкладываются в здравоохранение. Андрей Макаров настаивал на том, чтобы ни в вопросах из зала, ни из интернета не было цензуры. Поэтому и поговорили об острых темах. Например, о ФАПе Федякино, который должен был появиться еще три года назад. Но проект так и не реализовали. Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий пообещал, что ФАП заработает 1 ноября. Другой вопрос – дороги. Депутата возмутил тот факт, что деньги, которые направили из федерального центра на ремонт, а это почти полмиллиарда рублей, город вернул в государственную казну. Это та программа, с которой «Единая Россия». Я сейчас говорю не только о том, что «Единая Россия» шла на выборы в 2016 году. В 2016 году. Вы знаете, мне кажется, очень важно, и уже может посмотреть каждый человек, и увидеть, что выполнено, что не выполнено. Мы разговариваем с людьми и говорили о том, мы вот это обещали, мы это выполнили. Мы это не выполнили. Почему не выполнили? Кто отвечает за это, и когда мы это выполним? Тогда люди все поймут. Андрей Макаров рассказал и об основных направлениях федеральной поддержки региона в 2021 году. Это в том числе компенсация части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, развития дорожного хозяйства в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Валерий Седов, телекомпания «Город». Доволите. Продолжение следует.